АС-300 вернулась в строй. Зимой все-таки без нее не обойтись. Установлена на шлеме, пишет звук на встроенный микрофон. Параллельно работает диджи Айка. Продолжаем учиться. Коля учится на сноуборде дальше. Я все-таки опять взял лыжи. Но сегодня хочу потестить именно опять. Давно я не использовал Соньку. Не АС-300, не АС-3000. АС-3000 у меня сейчас нет. Только АС-300. И потестить, как она отработает на шлеме. Все-таки встроенный звук по-другому не записать. Всякие внешние микрофоны, петлички цеплять, проводить сюда на лыжах в активном режиме. Это прям не вариант. А вот встроенный микрофон у Соньки работает, я надеюсь, хорошо. Давно я им уже не пользовался, как для записи звука. Тем более, с боковым креплением. Ну, а диджай будет помогать на внешних съемках. Так, первое падение. Пробую под заморозить диджайку. Сейчас у нее экран работает все нормально. В прошлый раз она замерзла. И экран отключался. Говорил, что слишком холодно. Сейчас ее специально не убираю внутрь никуда. Но первое время она работает. На самом деле, довольно долго можно с ней кататься, пока не замерзнет экран. Просто раз мы два раза, по-моему, спустились, экран не мерз. Единственное, забыл проверить и подзарядить пульт. На пульте всего процентов 20, наверное, заряда. Ну, ладно, на сколько хватит. Вот, диджайка замерзла все-таки на первом спуске. И вот сейчас, если нажать на нее, вот она пишет на красном экране. Слишком низкая температура. Выключает экран. И после этого начинает запись. Запись идет. Записью все хорошо. Но экран отключается. Когда запись выключаю, экран опять включается. Вот еще раз. Раз красный экран. В общем, я пришел к тому, что мне вообще удобнее кататься с камерой в руке. На шлем. Ну, смысл ее особо крепить. Только для записи звука. Но на тоньку и так вполне все нормально. Воле учится. Диджайка у меня здесь. Диджайка, да, довольно быстро перемерзает. Но отключает только дисплей. Дальше вполне нормально работает. В общем, покатаюсь. Сейчас, я думаю, несколько раз съедем. Съеду с Сонькой, чтобы сравнить. Все-таки, да, стабилизация в ней сильно проигрывает. Ну, и также с диджайкой. И сравним двух. На Соню пушистая ветрозащита. На диджай будет программная работать. Вот я на Соньку ненадежно приклеил пушистую ветрозащиту. В общем, она отклеилась. Теперь у Соньки только поролонная. Поэтому сейчас доезжаю и перехожу, чтобы сравнить диджайки. Снимаю 4К на диджайке. 50 кадров. 50 кадров на Соньке в 1080. Ну, итога видео, наверное, сделаю в 1080. Чтобы в Астана и отсюда выгрузить было проще. Учимся-учимся. Только я халтурю на лыжах. Пока на лыжах. Не знаю, буду-не буду сегодня на борде ездить. В общем, я пока халтурю. Зато есть возможность поснимать. Потому что на борде я пока кататься не особо умею. И толку от меня по съемкам мало. А на лыжах можно спокойно потестить кадры и поснимать. Ну и вот диджайка. 4К 50 кадров снимает. Выведу видео итоговое в 1080. 50 кадров. Ветрозащита программная. Сонька, кстати, нет. Да, не перемерзает. Все подтверждается. Ничего не поменялось. Ну и вряд ли бы что-нибудь поменялось особо. Диджайка из кармана достала. У нее до сих пор работает дисплей. Не отключается. То есть она не сразу перемерзает. В принципе, если держать камеру в кармане, то и дисплей его нет. Не будет отключаться. Ну, по большому счету, он прям сильно-сильно нет. Если привыкнуть к камере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, потестировали. Сони, как ожидалось, не мерзнет. Диджай мерзнет, выключается дисплей, но с камера продолжает снимать. Тут все понятно. Много сил не надо. Пришли тут гуляем. Здесь есть волки. И смотрите, надеюсь, YouTube не забанит за рекламу алкоголя. То видно, кто попечитель, того и табличку вешают. Новокузнецкий ликероводочный завод нашей крови, энергия стаи. Вот так вот. Пьете водку, у вас будет энергия стаи. А волк тут что-то кушает. Просторные, конечно, у них вольеры тут. Все с виду хорошо. Но это отсутствие свободы. Это все-таки печально смотрится. Поэтому тяжеловато на это все смотреть. У каждого живого существа должна быть свобода. Но все-таки выгулили Гоупроху. В принципе, сейчас она не мерзла. То есть гуляли, наверное, минут 40. Как я ее специально оставил впереди на костюме. То есть она замерзла в выключенном состоянии. Включилась, все снимает. Она вот непредсказуемо как-то мерзнет. Когда на подъемнике ехала, в прошлый раз за 20 минут подъемник, там ветер посильнее, она замерзла, отказалась работать. Сейчас вот работает. Решили прокатиться на плюшках. Оля впереди. Сейчас она вообще первый раз. Она на плюшке не ездила. Так, вот, поехала, поехала. Поехала, поехала. Давай, давай, давай. Сейчас я за тобой. Рули ногами. Ногами рули. Тестируем ветрозащиту. Ветрозащита программная. Так, да, Оля не рулит плюшкой, короче. Так-то ногами можно крутить. Ну, рулить. А вообще прикольно раскрутиться. Хороший тест ветра. Так. Лежим. Вау. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. В этот раз Танай прямо укатали дороги, хорошие, без снега, со льдом, много пьес, скользкие, для шубовного борда это идеально. Субтитры создавал DimaTorzok